привет друзья и сегодня мы будем устанавливать rancher os на вот такой вот замечательный тонкий клиент dell под названием vice dx 0d произведенный в сентябре 2014 с процессором amd здесь у нас есть дисплей порт dvi к 2 usb шки ethernet питание kensington также 2 usb шки спереди питания ну и разъем для звука в принципе это все коммуникации давайте я сейчас подключу сеть дисплей также я подключу и загружать операционку будем с телефона при помощи замечательного приложения drive droid которая позволяет нам примонтировать любой источник качестве как будто бы это флешка вставлены я подключаю и сейчас он должен загружаться да он запускает сейчас мы видим загрузку с телефона нашего rancher пояс если все правильно да вот им раньше раз по идее установка не должна занять много времени что за ранчер пояс расскажу это операционка для работы с контейнерами то есть в ней нет ничего кроме работы с контейнерами то здесь просто предусмотрен докер система загружается сразу запускают докер в свою очередь докер вы можете объединить в рой сворм при помощи при помощи самого докера да просто залоги залогинившись для чего собственно я и планирую использовать этот ну или же вы можете просто вручную запускать контейнеры которые вам необходимо с вашими сервисами естественно возможно вот операционка очень небольшая 140 мегабайт полный размер из сушника соответственно можно легко скачать на телефон и загрузить с телефона вот ровно ровно так как это делаю я сейчас помощью вот этого nexus а я запускаю вот раньше загрузиться столько производится командой сюда рос и стал минус дидер за один это адрес куда устанавливать собственный диск также желательно использовать команду аппенд раньше точка паспорт равно 2 3 4 это будет пароль нашей установки собственно створка запустилась пароль логину раньше а я использую 2 3 4 то что это все будет происходить в локальной сети сейчас происходит установка операционной системы и буквально через несколько секунд я думаю что у нас уже будет все у нас операционка установилась я нажимаю если на вот вопрос на ребут и я вы такая юсбишник вот убираю телефон сейчас мы загружаемся со встроенной садишки в этот замечательный тонкий клиент прямо в раньше сделаем пару настроек и на этом закончим видео вот вы видите уже загружается раньше со встроенной садишки так мало времени заняла установка в общем-то установка заняла меньше времени чем загрузка загрузка сожалению занимает дико минуте но железо здесь не очень мощная процессор и md какой-то встроенный даже не помню точное название 2 гига оперативы 2 гига ssd-шник при этом этого места вполне хватает чтобы запускать контейнеры вплоть до полу гига размером то есть вес вашего контейнера в принципе может быть пол гига этого вполне достаточно этого мини тонкого клиента который кстати сейчас можно купить себе или на авито по цене приблизительно 50 долларов я говорю я же купил его спина это норвежский аналоговида вот они свободно доступны в принципе эти машинки достаточно мощные а и самое главное он с массивным охлаждением то есть у него нет пульвера там совершенно не шумит его можно установить у вас в спальне где угодно то есть никакого звука никакого шума и совершенно несущественно грех небольшое питание и так давайте за логинем солдин ранчер королева 34 нужно также задать роз 1 чтобы поменять давайте попробуем пенгануть яндекс яндекс уже пенгануться сейчас я скачаю файл который позволит мне войти в ройт с моего ноутбука на который я кстати сейчас записываю это видео файл скачался я ему дам право на исполнение запущу и все мы вроем сейчас я перезагружу помню чтобы у нас поменялось имя коста чтобы он не был раньше раньше потому как в самом сформе очень неудобно когда у вас косты называются одинаково и это путает и в некоторых случаях это даже вызывается шутку теплое контейнеров поэтому старайтесь разные косты называть по разному вот ну и сейчас собственно уже загрузится с новым костнейвом и давайте я в качестве завершения этого видео покажу вам что контейнер запускается и работает но для этого нам придется подождать снова 60 секунд пока операционка загрузится конфигурация сети подхватывается автоматически если вы подключаете по эзернету то никакие дополнки построить не нужно все работает сразу автоматически если же вы используете вай фай в этом случае нужно обратиться к документации ранчера потому что это специфический кейс конечно же чаще ранчер запускают на итак вот сейчас мы видим что докер нам сообщает о том что нет ни одного запущенного контейнера давайте проверим что мы в рое команда сюда докер инфо здесь мы видим что мы похоже в рое но команда не влазит на экран на этом нет днлс свор мэктик и сможет да все видно так что нам в принципе остается только ждать когда наш контроллер роя роя менеджер да так свор менеджер отправит нам команду на запуск нужного контейнера ну и собственно сам по себе тонкий клиент загрузит контейнер и его запустит ну по идее обычно это происходит вот все видите уже работает контейнер вот так вот быстро можно настроить свою систему с контейнерами при помощи ранчер у с и даже таких слабых машинок как dell вайс dx 0d спасибо за внимание надеюсь вам было интересно и полезно пока пока